Сейчас даже как-то странно осознать, что уже почти 20 лет как прервался земной путь Юрия Николая Чехолопова, поскольку его незримое присутствие в жизни консерватории, конечно, ощутимо постоянно, и тому есть множество подтверждений. Но прежде всего он оставил школу, он оставил школу, в которой уже в нескольких поколениях представлены его ученики, его, можно сказать, профессиональные дети и внуки, и они трудятся не только в стенах Московской консерватории, но и по всему миру теперь уже, можно сказать. И это очень существенное обстоятельство, которое позволяет все время возвращаться к его наследию, и духовному, и профессиональному. Удивительно то, что все эти годы не только переиздаются его труды, но очень часто впервые публикуются. То есть архив Юрия Николая Чехолопова настолько грандиозен, настолько многогранен, что обращение к нему – это, с одной стороны, огромная радость профессионала, а с другой стороны, это еще и некоторое обязательство, духовное обязательство его учеников. И надо сказать, что они очень бережно отнеслись ко всем сохранившимся рукописям, в том числе, еще не прошедшим редакционную обработку. И на протяжении вот этих лет очень много таких публикаций, причем грандиозных публикаций, появилось на наших глазах. Но когда отмечали его 70-летие, это было как раз за год до его кончины, прошла конференция, конференция, посвященная Юрию Николаевичу, и публикация этих материалов появилась уже после его ухода из жизни, но тем самым, вот я в руках держу этот сборник, он так и называется, «Юрий Николаевич Холопов, его научная школа». И вот этим было положено начало проведению, регулярному проведению конференции, посвященной Холопову, которой каждая оставляла свой научный след. И вот эти сборники тому свидетельство, они называются «Идеи Юрия Николаевича Холопова в 21 веке», другой называется «Музыкальные миры Юрия Николаевича Холопова». Видно какие-то варианты, насколько это серьезные исследования и многогранные исследования, потому что энциклопедизм Холопова выводил на орбиту его учеников совершенно в разных направлениях, от Средневековья до современности. И поэтому вот и содержание, и тематика этих конференций столь же необъятна. Вот это коллективное творчество на самом деле замечательная особенность жизненного креда Николая Чехолопова, поскольку он не только дарил темы, то есть фактически вводил своего ученика в ту среду, в которой он потом уже делал свои собственные самостоятельные шаги, но он еще и оказывался инициатором коллективных трудов. И, наверное, то, что наиболее сейчас востребовано в нашем музыкальном мире, это вот этот учебник, учебник музыкальной теоретической системы. Такого не было. Это действительно впервые осуществлен охват огромного массива информации, которые представлены уже в учебном курсе, в учебном плане. И если прочесть фамилии авторов, то первое, это, естественно, Юрий Холопов, а далее Лариса Кириллина, Татьяна Киригян, Григорий Лыжов, Рима Поспелова, Валерия Цернова. Вот оно подтверждение тому, что я только что сказал. Это все ученики. И поэтому на самом деле вот жизнь Юрия Николаевича сегодняшней консерватории продолжается. Она продолжается духовно, она продолжается профессионально. И даже есть один такой символический жест, который сделала консерватория, такое введение в охрану. Это конкурс имени Холопова, который, собственно, направлен на то, чтобы подготовить абитуриентов, которые поступают на музыковические отделения. И конкурс, который ежегодно проходит и фактически является преддверием приемных экзаменов Московской консерватории. Вот это все вместе взятое, о чем он сказал, это действительно грандиозное наследие. Это замечательный след, оставленный Юрием Николаевичем Холоповым. И будучи абсолютно фанатически преданным своей профессии, он ценил таких же себе подобных вокруг себя. Ну, вот, большинство из них, конечно, хорошо известны, но, тем не менее, были и те, которых он открыл. Вот, допустим, Петр Николаевич Мещанинов, это замечательный музыкант, пианист, он был артистом государственного оркестра, но у него была совершенно страсть к науке, которая вывела его на создание концепции, совершенно удивительной концепции, он ее называл метафизической концепции развития музыкальных систем. И вот это заметил Холопов, и он его привел в консерваторию, и я был, собственно, свидетелем такого курса, который Мещанинов читал на протяжении всего учебного года в акустической лаборатории. И действительно, это было открытие, открытие, которое, в общем, помог увести на свет рампы именно Юрий Николаевич Холопов. И вообще, введение в обиход чего-то неизведанного, чего-то неизвестного, это была его тоже такая, можно сказать, миссия. Ну, вот сейчас уже Адольбергард Маркс изучается очень подробно и во всех курсах. Но кто это сделал первым? Это сделал Холопов. Ашонкер – то же самое. О Шонкере впервые заговорил Холопов. Ну, это те музыканты, которые, собственно говоря, являлись уже представителями нашей собственной сферы деятельности. Ну, а Александр Викторович Михайлов, Алексей Федорович Лосев – это уже мыслители совершенно другого масштаба, и, тем не менее, опять же, их некоторая атрибуция в системе знаний и воззрений уже музыковедческих – это, опять же, инициатива и заслуга Льви Николаевича Холопова. Ну, вот, говорить о нем можно, конечно, очень много, но вот в этих воспоминаниях, которые сейчас записываются, конечно, особенно интересны воспоминания личного характера. И вот мне очень тоже приятно вспомнить первое соприкосновение с Льви Николаевичем. Это было в Мерликовском училище. Я, правда, недолго там был. Я в Мерликовском училище закончил экстерном за один год. Но как раз именно этот год – это был год, собственно, удивительных открытий для меня. И одной из них – это был курс анализа музыкальных произведений Льви Николаевича Холопова. Причем это был именно тот год, когда вышла его книга «Современные черты гармонии Прокофьева». И мы все подходили брать у него автограф на первом листе этой книги. А книга была, собственно говоря, тоже таким примером на всю жизнь, потому что это была его диссертация, диссертация, которую зарубили и которую не дали защитить. И, естественно, вся молодежь в этот момент была на стороне Холопова, то есть возникло такое стихийное движение, которое, собственно, не прекратилось даже после защиты. Но защита прошла много лет спустя, и я что-то не припомню такого случая, чтобы диссертация кандидатская защищалась в Малом зале консерватории. А почему? Потому что никакой другой, собственно, большой класс, где обычно проходит защита, не мог вместить того количества народу, которое пришло, собственно, порадоваться за то, что правду восторжествовало. И вот после этой защиты, уже буквально через небольшое время, была защищена и докторская диссертация, поскольку он принципиально не менял тему, принципиально не выходил на защиту с более такой спокойной работой, а дождался момента, когда именно правда восторжествовало. Такой был Юрий Николаевич. Ну, а в дальнейшем, в дальнейшем, мне, конечно, посчастливилось уже в консерваторские годы видеть, как он развернул свою деятельность и не только в отношении музыковического образования. Тут, конечно, он был таким явным лидером, хотя это была полоса и время сотрудничества замечательных совершенно специалистов. Это был и Виктор Абрамович Сукерман, и Виктор Петрович Добровский, и Геннадий Владимирович Назайкинский, то есть это был Владимир Владимирович Протопопов. То есть это была, на самом деле, очень мощная когорта. И он, будучи молодым среди них, уже в полной мере, так сказать, заявил о себе как совершенно равнозначный по своему вкладу ученый. Ну и, конечно, педагог. Педагог, поскольку у него была своя, очень точно отработанная методика анализа и методика создания научных текстов, и вот в этом, конечно, его была замечательная совершенно заслуга. А второе, вот то, что было в этот момент особенно востребовано, это обращение лицом к композиторам, потому что именно композиторы, именно их подготовка была, конечно, ущербна в отношении выхода на современность, на современные средства композиции, на технику композиции. И тут он очень многому мог научить, поскольку сам открывал для себя и выносил на свет то, чему в консерватории не учили. Конечно, вот двухтомник, написанный вместе с Валентиной Николаевной Холоповой, а Веберне, это был прорыв. Это был совершенно уникальный тогда материал, который, естественно, сразу стали читать и воспринимать как некоторую перспективу дальнейшего самообразования. И вот для композиторов, с которыми он общался, именно как педагог, конечно, это было совершенно замечательно и ничем, собственно, не восполнимая, иначе пора. И вот когда распался наш факультет, это произошло уже очень давно, но вот тогда, собственно, причиной это была некоторая, я бы сказал, недальновидность руководства факультета того времени и фактически изоляция Юрия Николаевича Холопова. Он перестал работать с композиторами по неволе, и они очень от этого, конечно, пострадали. Ну вот, буквально там два года назад мы эту ошибку исправили, факультет опять стал единым, и, конечно, вот эта система сообщающихся сосудов, такое перекрестное опыление музыковедов и композиторов, это великолепное преимущество московской консерватории среди большинства других вузов, поскольку вот тут под одной крышей действительно создается эта атмосфера, которую так ценил, и которую, собственно говоря, перевоплощал Юрий Николаевич Холопов. Ну, а на кафедре теории музыки, где он, собственно говоря, работал до последнего дня своей жизни, Юрий Николаевич привносил не только такие творческие импульсы, он был душа компании. У нас тогда была очень радостно воспринята возможность общения и за пределами консерватории, на пикниках, на днях рождения, и вот такой тонус, такое веселье, которое он всегда в это вносил, искренне, радостно, радость тому, что вокруг друзья, вокруг люди, которые могут быть его, собственно говоря, не только почитателями, но и помощниками, вот это было очень важно, и особенно и для молодежи. Мне было очень лестно, что Юрий Николаевич меня много раз приглашал, я бы так сказал, это было именно почетное приглашение, быть рецензентом его работ. Ну, в частности, тогда появилась его большая работа по прелюдиям ДБС, которая очень долго не публиковалась, но тем не менее, в общем, это было тоже такое совершенно неожиданное открытие гения ДБС, вот с позицией, которую Юрий Николаевич уже в этот момент очень четко для себя определил. Ну, вот такого рода рецензирование, это была прежде всего школа, школа для того, чтобы сделать свой собственный следующий шаг в том направлении, в котором Холопов был перфекционист непревзойденный. Он не допустил никаких небрежностей, никаких непродуманных вещей, и тут уже могло достаться кому угодно, невзирая на генеральские погоны в своей профессии. Поэтому вот сейчас мы, опять же, готовимся отметить день его рождения, и, конечно, появятся еще и еще и еще те новые публикации, те новые исследования, которые будут свидетельствовать о том, что наследие не только не забыто, но подхвачено и развивается в направлениях, которые может даже и сам Юрий Николаевич еще не во всем мог предвидеть. В этом и богатство его взглядов.